Друзья, всех приветствую в начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Поскольку сегодня понедельник, то я проведу традиционный для этого дня вебинар, правильный понедельник, причем тему вебинара предлагаю определить вам. В нашем телекрам-канале мы запустим голосование, предложим несколько тематик, которые будут касаться совершенно разных финансовых инструментов и фундаментальных событий. Та тема, которая наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Еще раз, вебинар состоится в 16.00 по московскому времени и конечно же с большим удовольствием буду, друзья, вас всех видеть. Ну что, эта неделя гипернасыщена на фундаментальные события. Эта неделя это, по сути, пятидневка заседаний ключевых центральных банков. Мы ждем заседаний Федрезерва в среду, далее эстафету будет перехватывать уже Банк Англии и Европейский Центральный Банк за одну торговую сессию в четверг. В пятницу нас ожидают данные из Китая, роничные продажи, промышленное производство. И если объединить, опять же, общие идеи, эти отчеты из Китая, то это ключевая статистика, которая точно подсветит нам текущее состояние китайской экономики. К Китаю мы относимся с особым трепетом, потому что состояние этого региона это то, что формирует рыночные настроения. Ну и, конечно же, мы на Китай сейчас обращаем особое внимание, потому что пока что шортим нефтянку. И не хотелось бы, что какой-то неожиданный прям сюрприз по сильным макроэкономическим данным спутал нам все карты и позволил нефтянке восстановиться на несколько процентов. Ну, в общем, про нефть мы еще поговорим. Ну, я надеюсь, вы помните, что медвежьи ожидания и приоритеты по развитию нисходящей динамики остаются в качестве основных. Перед заседанием Педрезерва, которое состоится в среду, у нас будет возможность во вторник, завтра, проанализировать данные по инфляции в США. Это релиз, который уж точно будет напрямую определять риторику американского регулятора. Хорошо то, что очень актуальные и свежие данные будут у руководства Педрезерва перед тем, что они примут решение по ставке, хотя ставку практически 100% оставят на прежнем уровне. Нас больше интересует риторика и что будет сказано главой Педрезерва Джерома Паула. Сегодня, друзья, в 22.20 состоится выступление Мишель Булла, который представляет Резервный банк Австралии. Пара австралийц против доллара в нашем портфеле мы покупаем, и я рассчитываю на то, что сегодняшняя риторика Буллок будет очень тесно коррелировать с тем, что она отмечала ранее, о том, что из-за сохраняющихся инфляционных рисков уместно рассматривать возможность удержания ключевой процентной ставки на высоких уровнях, либо даже лоббировать идею дополнительного повышения ставки. Повторя на такую риторику, сегодня под вечер, то мы получим очень неплохой импульс для просто австралийского доллара. Учитывая то, что в целом сейчас нет отчетов, которые могут повлиять на американскую валюту, а доллар, он периодически путает карты всем, у австралийца сегодня очень хорошие шансы восстановиться, я надеюсь, что он за них зацепится, поборется и окажет достойное сопротивление американскому доллару. Ну, давайте по порядку. Начнем с рынка нефти. Текущие котировки 76.30. Напомню, что ранее мы шартили с целью 75 и потом решили, может быть, чуть-чуть пожадничать и поддержать этот инструмент с потенциалом еще большего снижения, потому что, ну, пока что новостной фон мы видим тотально, игнорируется с трейдерами. И есть еще очень хороший индикатор, это рыночный ассентимент, прям настроения не меняются. Я не припомню, когда настолько раз было стойким вот это позиционирование, что очень многие трейдеры, практически прям тотальное большинство, больше 80%, продолжают нефть покупать в расчете на то, что вот уже должен произойти отскок и разворот. Ну, как правило, мы это неоднократно видели на рынке драгоценных металлов, когда на рынке такое позиционирование нужно ждать новые движения. Рынка дополнительный против того, где находится толпа. В данном случае нужно ждать обновления локальных минимумов по нефтянке. Если попробовать прикрутить фундаментальный фон сюда, то можно сказать, что трейдеры, видимо, не очень довольны итогами саммита ОПЕК, тем решением, которое было принято. Ну, по сути, решения-то особо и не было, никаких новой квоты не согласовали, просто продлили действия добровольных сокращений. Добычи добавили еще несколько стран совсем третисортных, которые обычно по дополнительному сокращению. Они обычно не соблюдают эти обязательства, поэтому рынок как был, с идеей того, что Россия и Санкт-Петербург будут убирать с мирового рынка еще около полутора миллионов баррелей в первом квартале, так эта идея, в принципе, остается основной. Но эта новость не новая. Буквально еще в ходе прошлого заседания ОПЕК было понятно, что страны будут придерживаться вот этих ограничений. Опасения за перспективу роста мировой экономики, да, имеют место быть, потому что очень много индикаторов со стороны ведущих стран, которым больше вопросов. Я имею в виду особенный акцент, делая на активности в промышленном секторе. Вспомните последние данные по промпроизводству США, еврозоны, английской экономике, Австралии. Там действительно индикаторы тактики. Что касается Китая, будет возможность проанализировать эту статистику в эту пятницу и будем уже делать соответствующие выводы. Поэтому пока что предлагаю шортить нефть, удерживать эти короткие позиции с целью по ренту поближе к 70 долларам за баррель. Индекс доллара 104 пункта. Данные по Non-Farm Perils в пятницу, которые вышли, эта статистика не оказала эффекта на таких быстрых стремительных распродаж доллара, потому что статистика больше даже обнадежна. Инвесторов 199 тысяч новых рабочих мест, прогноз был 180 тысяч. Время безработица снизился с 3,9 до 3,7 процентов, а динамика роста заработных плат осталась на прежнем значении в годовом выражении на уровне 4 процента. Несмотря на выход этих данных, опять же ждем теперь отчет по инфляции и непосредственно само заседание Федрезерва, потому что уже многие устали спекулировать на идее того, что же сделает ФРС, как он может поступить с учетом того, что вот есть на поверхности такие отчеты, нужно дождаться уже речи Паула. И в эту среду, я надеюсь, он расставит все точки над и даст нам дальнейшие ориентиры того, что делать и как поступать в отношении американского доллара. По статистике FedWatch Tool, это инструмент, который оценивает вероятность изменения ключевой процентной ставки, в первом квартале трейдер допускает, что ставка будет снижена с вероятностью 42 процента. То есть это ниже, чем было до отчета Nonfarm Perils, но это все равно довольно высокий показатель, который в целом, если анализировать динамику последних трех недель, неплохо прибавил. И если мы увидим снижение инфляции, например, завтра, а вероятность этого очень высока по прогнозам, индекс потребительских цен с США снизится с 3,2 до 3,1 процента, я думаю, что настояние очень быстро изменится и на рынок вернутся продавцы доллара. Золото пока не трогаю, ниже 2000 этот актив уже торгуется, ищу точку входа, обязательно вам подсвечу, если хорошие возможности будут. По сантименту пока тоже нет хороших индикаторов, почти 50 на 50. Доллар канадец, здесь длинная позиция в приоритете, текущие котировки 1.36, ждем 1.37 и выше. Решение Банка Канады, комментарии главы Банка Канады Тифа Маклима, нефть, вот фундамент, на который мы отстраиваем идею продаж канадского доллара. Были вопросы по поводу американского фондового рынка, я слежу за S&P, но в целом настроения для NASDAQ и Dow Jones идентичны. S&P 4600, думаю, что мы легко можем при текущем фундаменте обновить локальные максимумы, тем более, что чем активнее рынок начнет обсуждать идеи уместности снижения ключевой процентной ставки, тем, соответственно, сильнее и больше выдохнет корпоративный сектор, который зажат сейчас в условиях довольно жесткого рынка кредитования. И когда станет ясно, что ставка теперь будет неуклонна идти на убыль, конечно же, корпоративный сектор может показать куда лучше индикаторы именно квартальных деятельностей и на фоне, опять же, улучшения речных настроений очень хороший потенциал, высокий потенциал на выход к новому историческому максимуму. Британская валюта 1,2536 текущей котировки. Последний опрос Рейтерс показывает, что участники рынка касательно британских домохозяйств уверены, что потребительские цены будут расти и в ближайшие пять лет не опустится индекс потребительских цен ниже отметки 3,2%. Это вполне реально, учитывая, что инфляция действительно очень высока и на рынке достаточно предпосылок, указывающих на то, что инфляция будет оставаться повышенной. Об этом, собственно, говорило и руководство Банка Англии. Я думаю, что потенциал роста британской валюты еще сохраняется, поэтому цель 1,27 и выше все еще актуальна. И пара австралийц против доллара 0,6550. Сегодня вечером, как уже отметил, ждем выступления Мишель Буллок, настраиваемся на жесткую риторику. И учитывая то, что инфляция в Австралии остается на отметке 5,4%, один из самых высоких показателей среди развитых стран, ну да, нужно ставку еще больше повышать. Тем более, что есть возможность это сделать. Ставка в Австралии находится существенно ниже, чем ставка в других развитых странах и как бы ставка центральных банков, которые отвечают за эти развитые страны. Поэтому и здесь тоже длинная позиция в приоритете. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока!